Длинноногие красавицы со всех уголков Чувашии сразились в умении быстро и грациозно бегать на каблуках. Акция «Бегом на шпильках» финишировала на территории Чебоксарского речного порта. Что общего у спорта и туфель узнавала наша съемочная группа. Внимание! 8-сантиметровые шпильки и наличие паспорта – обязательные условия для участия в забеге. В остальном важен творческий подход и смекалка. Одни участницы покрывают обувную подошву слоем парафина. Другие, умудренные опытом, приматывают туфли к ногам клейкой лентой. Однако, даже такая экипировка не гарантирует абсолютной безопасности. Путевка стоимостью 10 тысяч рублей – главный приз соревнования. Татьяна Алексеева уже четвертый год подряд участвует в забеге. На этот раз Таня обошла девятерых соперниц и своим примером доказала, что терпение и упорство – непременные спутники победы. Как это было в предыдущие годы? Приходила ли первая или все-таки победа была только впереди тебя? В предыдущие годы я приходила. Вот у нас третий. Второй раз я была на высочинке, поэтому не могла бы выиграть. Вот. И этот. Ну и, собственно, это у нас четвертая попытка, которая долгожданно закончилась по-настоящему успешно. После розыгрыша главного приза, по многочисленным просьбам горожан, пришедших на акцию без каблуков, был организован забег в шлепках. Принять участие во втором этапе соревнования хотели даже мужчины. Но правило есть правило. Какие у вас впечатления за беги? Не было ли страшно? Не волновалось. Вы всегда быстро бегаете? Ну, не знаю, не бегаю обычно. А на работу или что-то опаздываю? На работу бегаете? За троллейбусом? Нет. Ну, за маршруткой, наверное, поскольку. Может, нет. За парнями подсказывают. Нет, нет, за парнями не надо. По словам участницей бега, им все же важна победа, а не просто участие. Поэтому девушки обещали вернуться в следующем году и обязательно взять главный приз. Дарина Игнатьева, Марина Рябцова, Евгений Анисимов, Николай Яковлев, Республика.